Рязань За первый отвечает воздушный шар. Поднимается он не в небо, а всего на 2 метра. Впрочем, в очках виртуальной реальности человек этого просто не замечает. Иллюзия полета, как говорится, с полным погружением. И это не все, чем может удивить рязанский стенд на международной выставке-форуме Россия. Помимо этого, позволяем людям погрузиться в атмосферу Рязани посредством современных технологий. В проекционной комнате можно пролететь на достопримечательности Рязанской области, Пощеповский монастырь, Константиново, Кремль. Послушать настоящую службу, посмотреть, как играет звонарь и послушать это в проекционной комнате, где звук 360. Пытаемся воссоздать аромат Рязани посредством технологий. И все это создает атмосферу погружения. Рязань – город душевный. С таким посылом подошли горожане к созданию стенда. Например, гармонист здесь играет романцы, а Вячеслав Журавлев, актер театра «Переход», читает стихи в образе Сергея Есенина. Кстати, недавно Рязанский павильон стал площадкой для настоящей дуэли. Это было очень просто. Каждый день регионы делают активности событийные. У нас это Есенин, у Московской области это был Маяковский, вернее, ведущий, который читал стихи Маяковского. И наш Вячеслав в образе Сергея Есенина его взбодрил, спровоцировал на битву стихотворную. И в этой нелегкой борьбе мы, во-первых, собрали огромную толпу зрителей, которые просто поддерживали и реально голосовали аплодисментами. То есть, ну, на мой взгляд, победил, конечно, Вячеслав, да, потому что, ну, подача, знания и набор стихов, которые он знает наизусть, ну, просто ошеломляет. Всего же на международной выставке представлены 89 регионов. На форуме ежедневно проходит больше 500 экскурсий. Мы же без экскурсовода решили обойти сначала ближайшие экспозиции. Начали с Орловской области. Что у нас есть? Давайте начнем вот с молодого человека, который у нас стоит. Мне сегодня 205 лет, Иван Сергеевич Штургенев. Сегодня много чего представлено. Я с удовольствием представляю свой дуб. Вот он здесь в полной красе. Ну, и слово передаю обязательно тем, кто гораздо больше расскажет уже про все остальное многообразие. Да, у нас Орловская область считается литературной столицей. Она на своих плечах взрастила столько поэтов и писателей. Это как Иван Сергеевич Штургенев, и Лесков, и Бунин, Фет. Также Орловская область славится национальным парком. Орловская полесья. У нас более 700 особей этих очаровательных животных. Кроме этого, у нас большая популяция выхухолей, различных тоже зверюшек. Кроме того, у нас есть волхов, которые считаются у нас в регионе такой православной столицей. Очень много храмов, монастырей, ну, как и в самом Бухове, так и вообще по Орловской области. И у нас такая более тематика, я бы сказала, душевная, отражает именно народное творчество, народные традиции нашего региона. Здесь же полноразмерная чучела зубра. В Орловском полесье более 700 особей. Это больше, чем во всей России. Даже Беларусь по количеству зубров обошли. И здесь, на стенде, можно прикоснуться к этому страшному зверю. Кстати, шерсть у них довольно мягкая. Если выразить одним предложением, какая она? Я бы сказала, как такая уютная, домашняя, красивая, самобытная. Движемся дальше буквально по медвежьим следам, к Ярославлю. Медведь – местная легенда. По преданию, зверя на Ярослава мудрого натравили местные жители. Неудачно. Князь Косолапова зарубил. С тех пор медведь Секиры – символ города. А на месте битвы основали Ярославль. Я так понимаю, это мини-макет Ярославля. Да, все правильно. Это панорама Ярославля. Однако это не совсем актуальная панорама. Это, скорее, историческая реконструкция набережной реки Волга в Ярославле в 1913 году. В первую очередь обратил бы ваше внимание, почему это 1913 год. Не случайно, потому что именно в этом году первый-единственный раз императорская семья. Николай II со своими дочерьми, с женой приехали в Ярославль. В принципе, вот как раз-таки в центре этого макета вы можете его увидеть. Вот здесь? Вот он, вот он стоит. Путешествие-то было неспроста, по случаю 303-я дома Романовых. Также, помимо Николая II, интересная такая посталка, если можно так выразиться. Как можете видеть, здесь баржа и бурлаки-то еще такой баржи. А чуть-чуть поудаль стоит известный художник, который как раз-таки и прославился одной из своих картин, связанной с бурлаками. Здесь же в миниатюре и Шерлок Холм с доктором Ватсоном и известные художники. В общем, это словно не фрагмент во времени, а целый отрывок. Тут же аэростаты, концепция стенда, пролет над городом на воздушных шарах. Какое у вас сложилось впечатление о Ярославле? Ярославль, он какой? Как человек, который бывал там лишь однажды, и кто проездом, скажу так, это маленький, в сравнении, конечно, с Москвой, где мы находимся, уютный и богатый на историю город. Дальше, как в старой песне, в Магадан, по морю, через Питер и Камчатку. Что это такое? Это резьба по кости китовой. Она распространена была еще у народов коренных этого места. Ну и сейчас иногда занимаются люди тоже как хобби этим делом. Сколько лет этой костины, которая все разрисована? Можете подсказать? Ну, я точно сейчас не знаю, но это еще с давних времен. Было еще с момента открытия этого региона. Люди занимались резьбой по кости в этой области. В Магадане добывают и золото, и серебро, и руду. Помимо этого, несъедобного богат край и рыбой. Один из важнейших поставщиков омега-3. Если одним предложением, вот Магаданская область, Магаданский край, как правило, Магаданская область, наверное. Магаданская область, она какая? Холодная. Спасибо. Из сурового морского края в опорный край державы. Стенд Свердловской области отсылает к Демидовским заводам, с которых началась градостроительная деятельность. Здесь представлены такие исторические места, допустим, Спас на Кровилес, Невьянская наклонная башня, тоже довольно популярное место. Также тут есть, вот тут на кнопочках указаны пять причин вообще приехать, посетить нашу Свердловскую область. Да, они так интересно загораются. То есть это промышленность, производство, история, культура, взгляд в будущее. Сейчас Екатеринбург это довольно развивающийся город, то есть развивается, продолжает и горно-заводская цивилизация, и бизнес-промышленность, и IT-сфера. Екатеринбург, он какой? Для вас? Самобытный. Самобытный, самодостаточный, уверенный. От стендов металл уходим в мир мифов и легенд. Бурятская область, где расположено 17 буддийских храмов, на стенде же представлены молитвенные барабаны Хурде, которые мы имели неосторожность покрутить. Какая прелесть, вы ходите, все говорят, ой, прощаем барабан, главный приз сегодня у нас какой, молодой человек, скажите, пожалуйста. А можно бы угадать? От освобождения от неведения. Давайте я расскажу. На самом деле, хитрые буряты сюда что сделали? Подключили генератор. Вы мне барабан вращаете, у меня там телефон зарядился. О, это ловко. Шутка. Никто, конечно, такое не делает, потому что это настоящие молитвенные барабаны Хурде. И вы, когда поворачиваете один барабан, там внутри мантра Ом Мани Падмэ Хума, она тысячекратно записана. Вы один раз повернули барабан, а мантра, она прочитывается за счастье всех существ Вселенной. И что, подождите, я вам сейчас расскажу, что вы, что вы за... Так сейчас сразу за счастье. Поворачиваете, смотрите, сначала за других, а потом в самом конце вы думаете, ой, у меня же тоже есть желание, чуть-чуть шажок назад, у меня тоже есть желание, я тоже его хочу, чтобы оно осуществилось. Вы сначала за других помолились, потом пошли дальше, загадали свое желание, и за вами следующий человек идет, он вас даже не знает, и он за вас будет молиться. А так как эти Хурде у нас с вами крутили столько тысяч россиян, они у нас объехали много выставок, то сейчас вы можете сделать так, чтобы наших земляков, наших соотечественников, желания самые светлые, самые заветные, они осуществились. Что мы делаем? Мы по часовой стрелке поворачиваем, не очень быстро, сильно раскручивать не надо Хурде, потому что мы туда генератор все-таки не подключили. Вот, по часовой стрелке на будущее, с прошлым, потому что ничего не делаешь, на будущее повернули, подумали сначала о других, потом о себе и пошли дальше. И вот с поворотом Хурде, ваше добро, которое вы сделали, оно к вам что сделает? Вернется. Вернется. Это вселенский закон, причинно-следственно называется карма. Наверное, слышали такой закон. Так что, дорогие земляки, дорогие друзья, вращайте барабан, главный приз сегодня – освобождение от плохой кармы. Дальше в Забайкальский край. Здесь мистика, легенда и суровый климат переплелись воедино. На входе разные виды луков, от классики до блочных. А далее – оригинальные скульптуры художника-современника Дашина Мдакова. Эта скульптура называется «Рождение гения». Здесь видение автора заключается в следующем. То есть мы видим зародыша эмбриона с гипертрофированным черепом и с ярко выраженной пуповиной. То есть таким образом он нас отсылает к естеству, к традициям, к истокам нашего рождения. Вот эта скульптура называется «Ясновидение». Очень много дискуссий по поводу его видения, этого дара. Люди, которые увлекаются его творчеством, мастерством и искусством, наблюдают за его жизнью и столкуют ее по-разному. Кто-то видит здесь шесть глаз, как проявление органов чувства и именно дара ясновидения. Кто-то видит здесь рот, нос, глаза и рога, как символ нашего слуха. Устремленная высь скульптура может символизировать о том, что дар все-таки приходит свыше. Но это современное искусство, интерпретаций может быть множество, авангардный стиль, поэтому каждому даем возможность пофантазировать, подумать, поразмышлять. Обойти всю выставку за один день невозможно. 131 экспозиции, у каждого стенда хочется постоять, посмотреть, вникнуть. Выставка открыта до 12 апреля. В столичном ВДНХ посетить ее может любой желающий. Каждому экскурсоводу мы задавали один и тот же вопрос, каким он видит свой край. Не обошли стороной, конечно, и Рязань. Для тебя, Рязань, она какая? Настоящая, честная, безбашенная. Спасибо большое. Валерий Седов, Дмитрий Ефимов. Телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин